1 по 6 стих Плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. И 6 стих У вас судили и убили праведников. Праведников, он не противится вам. Вот разум, если сказать, что эти стихи между собой связаны, даже при долгом исследовании никак не увязываются, и только в конце начинается приоткрываться, в чем суть. Во всем мире знают, богатство это очень хорошо. Если есть у девушки красота, у нее только одна задача, попасть на глаза богатому. Обеспечены. Сама дети и внуки будут. Богатый человек многое может сделать. И ради богатства идут люди на многое. На преступления, на подделку, на сожжение совести. И вот видим обращение к богатым и не в похвалу им. Богатые плачьте и рыдайте о бедствиях. Если бы кто сказал, что вот все эти строгановы, демидовы, морозовы, миллионеры, по сегодняшним миллиардеры, олигархи старой России, вам придется бежать, бросать, плакать. Как так? На нашей стороне защита, государство очень прочное. У бога вот этот возник остается в силе на сегодняшний день. Как человеку достается богатство? Как правило, от хорошего труда. Богатство достаточно для того, чтобы не умереть с голоду. Это тоже богатство. А что лучше? Земледелие или животноводство? Два брата, Каин и Авель, занимаются тем и другим. И мы не видим, чтобы один был богаче другого. Но уже бедность одного сразу выявляется. И бедность от зависти. Вот от чего человек делается бедным. Иоанн Затауз говорит, если тебе чего-то не хватает, ты самый бедный. Пусть у тебя самая современная будет машина, но не хватает какой-то детали, одного колеса, ты не можешь найти бедный ты человек. Но если ты всем доволен, ты самый богатый. Почему Павел говорит, мы бедные, нищие, но многих обогащаем. Здесь акцент делается на что-то другое. А вот это другое надо найти. И чтобы это богатство неистащимое, рекой текло к нам. Придите ко мне, Господь говорит, он призывает. И он даст правильное мышление о богатстве. С богатством совладать мало кому удавалось в жизни. Очень мало. Рассказывает, как один человек много творил милостыня. Но все время молился об одном, чтобы еще больше делать. Я бы, если были у меня миллионы, поверьте, я бы все здесь дома предрения обошел, слепых хромых накормил, дома инвалидов бы, как следует, оборудовал. За него молился другой и говорит, вот он работает в каменоломне, надрывается. Было бы у него богатство, как много бы он сделал. А что на эту зарплату сделаешь? Господь предупредил его, не надо просить, ты не знаешь, чего просишь. Выпросил. Нашел золото, золотая жила, золотая алмазная трубка. Сразу разбогател Константинополь. Константинополь. А теперь много друзей, как у растащившего все имение блудного сына. Друзья, этот молится, и чувствует молитва не идет. Пошел, слышит, а в нем отзвуки очень нехорошие. Что делать? Пытается пробиться к нему, увещевать. Я же за тебя молю. Ты не опросил за тебя молиться? Я просил. Ты нашел сокровище. Он слугам говорит, погреть и прогоните. И он вернулся и стал плакать. И тогда Господь отвечает, чего просил, ты знаешь или нет? Господи, сделай его опять бедным. Все попадает в немилость к императору, другому, который после его благодетеля воцарился. Голени на него все бросает и в свою каменоломню. И вот теперь опять вспомнил нищих, братьев, заплакал. Говорит, Господи, как во сне прошло, что же я наделал упустить? Вот то, что у нас есть, попытаемся этим распорядиться. Чтобы правильно пользоваться богатством, это нужно быть похожим на Иова. Садами моих, овец, шерстью, одевались нищие бедные. Все, что у него было, он расположил отдать другим, как Иоанн Милостивый. Мало таких людей, как Верзели, который увидел в бедствии своего императора, царя Давида, и как он ринулся за ним, чтобы обеспечивать его. Все, что было за ним, он в нужде. И потом из поколения в поколение потомки получали благодеяние от царского рода Давидова. По-настоящему сказать, разбогатеть сегодня у нас здесь невозможно. Как один олигарх мне, здесь, бежавший за границу, и говорит, однажды, проснувшись утром, а он работал в проектном бюро, я подумал, я не сказал на бога, то есть кто-то их делает богачами. Ну, все они одной нации. Правда, приходится жить вне родины. И он правильно распорядился? Нет, конечно. Стал поддерживать террористов, портил государство, поднялся, и пришлось бежать, да и за свою жизнь теперь трястись. А вот если дал Господь что-то, хотя бы небольшое, об этом надо молиться Господи, научи меня жить экономно и видеть нуждающегося. Апостол Павел, мы говорим, был бедный. Вообще-то не совсем это верно. Через апостола Павла шли большие потоки денег. Он говорит, Ахаи, чтобы если я приду, чтобы Господь не постыдил меня у вас, чтобы не делать сбора, чтобы вы заранее отлагали каждый первый день недели. И приду, и если много будет, тогда и титра возьму, и с большой-то суммой привычный идти в Иерусалим. Апостолам наказали, чтобы я помнил только бедствующую Иерусалимскую церковь. Там слишком много бедных, там голод был. У него было денег немало. Так что, содержавший его и в вузах, считаем, Пес думал, что он даст ему денег, и ожидал, разговаривая с ним. Даже правитель римский, а этот получал деньги, значит, он понимал, что он намного беднее Павла. Нам не запрещает давать даже взятки. Но вас за что? Некоторые скажут, как христианам можно давать? Да, подкупать нам разрешаются. Это життя святых говорит. Когда нужно было проникнуть в вузы, Анастасия Узарешительница налево и направо сорила деньгами, когда муж ее погиб. Они все делали. И когда увидели, как христиане любят мощи, они назначали цену за голову по весу золота. Сколько голова весит килограмм. И христиане собирали столько денег. Но это незаконно, это поскуп стража делали это. Мало того, даже было так, что откупались, а когда нужно было приносить жертву, хотя церковь это так не одобряет, но и не отлучает. Ну, власти дайте, чтобы послали там метку, чтобы будто бы я приносил жертвы идолам, чтобы меня не трогали. Богатые делали так. Так что надо знать, что нам разрешается. Для этого существуют каноны соборов. Нас более всего должно интересовать, как к богатству относится сам Господь Бог и Его. Что Он нам говорит через Слово Свое Святое. Я очень кратко сегодня скажу. Время не позволяет. Вот Матфея 26 глава, 35 глава. Ибо алкал я, и вы дали мне есть. Мы все должны делать ради Христа. Кому помогаем, я делаю это ради Христа. Не просто слова, привыкшие говорить, прости меня ради Христа. А в моем лице ты Христа видишь. В моем лице. Прости меня ради Христа. Если кому-то помогаем, это Христос. Ты меня посетил. Меня навестил. Меня накормил. Притча Соломона, 28-27. Дающий же пищу не обеднеет, а кто закрывает глаза свои от нищего, на том много проклятий. Милостыня покрывает множество грехов. А большая или малая, неважно, Тавид говорит. Сынок, я творил милостырь, и послужен небо. Будет я мало, по малу твори. Будет много, по многому твори. Левка вдовица одобрена и вошла на целое тысячелетие, как одобрение. Сколько у тебя есть? Я напоминаю. Мы с тарелкой не ходим. Это редкий случай. Я скажу, что везде ходят. У пенсиатиков, у бактистов. И вы, идя в храм, написано, приготовь сердце к слушанию Слова Божия, а не только к жертве. Не только означает, она есть. У нас специально есть ящик. Вы знаете, что мы слышим слова Соломона, он говорит, пускай хлебы твои по водам. И мы пускаем. От нас очень многие, которые пишут, просят, и мы им отсылаем. Духовный труд. Сирахов 5.1 Не отказывая в прошении нищему. Услышал? Разбери, что за нищий. Говорят, о разности никакой нет. Есть. Петр говорит, добродетели, покажите рассудительность. Не дай ему умереть с гол. Если ты сегодня вчера видел, что он пьяный, кому ты даешь-то? Господь спросит с тебя. В жития святых показано, когда он дал монету гуслецу, а то монета в ту же минуту оказалась у сатаны в аду. Ты вместе с ним будешь сидеть? Кому ты даешь? Притча 19.17 Благотворящий бедному дает взаймы Богу. Зато вот такого взаидавства имеет. Никакая инфляция эти деньги уже не коснется. Найди нуждающегося. Да сейчас никто не нуждается. Очень даже ошибаешься. Если ты не знаешь, кто, подойди ко мне, я тебе покажу, кто нуждается. Лука 6.34 Если взаймы даете тем, от кого надеетесь получить обратно, то какая вам зато благодарность? Нас же видеть поистине нуждающихся. У нас были люди, которые не имели возможности купить даже Евангелие, и никто не знал. По-настоящему богобоязненный человек, бедно живущий, он только молится. Я одну только нищую в жизни встречал у Покровского собора, которая в бедности была, потому что сын пьяница. И жила она не в Барнауле, она приезжала. Она никогда не оставалась дольше, как получала на два кирпича хлеба, чтобы хватило. Она получила, еще дают, мне уже не надо, мне уже хватит. Стояла, она после этого благодарила, чтобы не умереть с голоду. Но таких нищих очень мало. Больше, по знакомству один умирал, умер, остались деньги, в государство ушли, насобирал. Там, может, на несколько машин было. Они очень много собирают. И смотри, не пойдут ли в прахом твои деньги. Ты найди тех, которые не просятся. Может быть, она рядом с тобой сидит, которой нужно помочь. Притча Соломона, 19-й, голова, 1-й стих. И он выдает себя за бедного, а у него богатства много. Какое богатство вопрос? Если у вас сегодня бы спросили, сейчас будем на две графы записывать, бедный или богатый, куда бы записались? Я бы записался здоровый и богатый. И такой богатый. Наш отец имел инвалидность второй группы в Отечественной войне без руки. И каждый раз, начиная пасти, давал оброк. Если от пасу не потеряется, Господи, вот полбарана я отдаю на нуждающиеся. Жили беспризорные бабушки, я помню, мне приходилось относить туда. А вера была слабенькая и мерцающая. И за это Бог благоволел к нему больше и больше. Десятерых детей поднял на ночь. Ни одного класса образования не было. А тут два пискаря и не могут поправиться. Критча Соломона, 19-7. Лучший бедный. Который живет, говорит, в благочестии, нежели богатый, со лживыми устами, да притом и глупый. Притча 22.2. Богатый и бедный встречаются друг с другом. Того и другого создал Господь. Если и Его создал Господь, а для чего? Я говорю, для того, чтобы было на ком показать добродетель. Богу ничего не стоило сделать всех нас олигархами. Так, чтобы вода ворочала не просто песок, а золотой песок. А на кому показал свою милость, добродетель. Притча 22.7. Богатый господствует над бедным, а должник делается рабом взаимодатца. Желательно в долги не лезть. Притча 22.16. Кто обижает бедного, тот, чтобы увеличить свое бодрство, тот обеднеет. За счет бедного не наживешься. Иаков 2.5. Не бедных ли мира избрал Господь? Ибо богатые влекут вас в суды. А если я буду богат, я не такой будешь. Какая гарантия? Если разбогатейшь, и ты изменишь свое состояние. Вы знаете, я каждый раз прошу вас, друзей, помолитесь, мне очень нужны деньги. И откуда все внезапно идет? В самый момент, буквально в тот же самый день, незнакомые люди совершенно не встречались никогда, ни нашего круга, протягивают руку. Молить надо, я получаю это от Господа. Слово богатые в Библии встречаются 257 раз, а бедные 185. То есть богатые чаще. Что означают эти цифры? Они что-то означают, это определенно. У Бога нет одной черточки лишней. Мне не дано знать. Я своим маленьким умом так делаю выводы, что все-таки у Бога богатства много. Нельзя слово Бог является корневым словом богатства. Первая книга Сарс 2.7 Господь делает и нищим и обогащает. Притча 10.22 Благословение Господне оно обогащает и печали с собой не приносит. А просто где-то обманули, присвоили, приватизировали чужое, а ветераны ходят по помойкам много печали от этого будет. А вакуум 2.6 Боря тому, кто безмеры обогащает себя не своим, и надолго ли вопрос. 2 Коринфян 6.11 Мы нищие, но обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Лука 6.23 Горе вам богатое, ибо вы уже получили свое утешение. А бодрствование в Откровении 18.19 говорится об каком-то великом городе, от которого все обогатились, и горе тебе город. от которого многие обогатились, и плакали они, и рыдали. По всем исследованиям мы находим, что все-таки этот город столица нашего государства. Нет от города в мире страх не обогатили. Сегодня самые богатые и многочисленные миллиардеры в Лондоне все вот за эти 10 лет, которые отсюда пришли. Сираха 30.12 ради заповедей помогает бедному и в нужде его не отпускай его ни с чем. Притча 19.22 радость человеку благотворения его и бедность лучше, нежели лживость. Исайя 3.14 награблена у бедного в домах ваших, а музыка и прочее это прямо как будто сегодня. Вот что строят, какие дачи, проходишь мимо, опусти глаза и не позавидуй. И блажен человек, который не покусится, потому что дьявол, чтобы уловить душ, он знает, в чем ты нуждаешься. Именно то он тебе и даст, он тебя обогатит, сделает знатным, потому что к бедному пренебрежение, а богатого везде возносят. Богатый говорит, заговорился Ирах и речь привозит до облахов, а я читаю, ничего нет. Заговорил бедный, мудрый, а слова и говорит, а что это такое? Это 2700 лет назад уже все было. Ирах 35.21 Хлеб нуждающегося есть жизнь бедного, отнимающий из кровопийца. Кровь образуется от пищи. И когда они платили по несколько месяцев зарплату, эти все до одного были кровопийцем. Так говорит Священное Писание. А раз кровопийца, значит, должен стоять за дверями. Исайя 29.19 Бедные будут торжествовать. Вот в этом мы будем утешаться. Как и пророк Амонс говорит в 5.1 За то, что вы похищали все у бедных, все будет отнято. Я говорю о том, что если послушайте богатый плащ и рыдатель, а далее говорит 6 стихом вы убили праведного, он не противился вам, все-таки речь идет о том, что бедные ближе к Господу не противился, то есть не затевал революции, не подговаривал людей на бунты, на стачки, на забастовки, и он не противился вам, бедные. Хотя здесь говорится о Христе, но Господь как бы олицетворяет себя именно с бедным. И поэтому говорится, что плачьте и рыдайте, и когда они не платят, фактически они осуждают нас. Сегодня говорят везде в печати нет такого большого разделения между низшей шкалой зарплаты и высшей, как в нашей стране, нигде нет. Приходилось считать, что президент как Парагвай назначает себе оклад по нашим деньгам, но не больше 10 тысяч. А это означает, никто во всем государстве не имеет права получать больше. У нас этих градаций нет. Почему? Почему грабители стоят рядом с патриархами, награждают их церковными орденами. Меня вчера один академик говорит, вот я никак не пойму, что это друг друга не награждает. Я только опустил голову, ничего не могу сказать. Он показывает, вот газете, патриарх награждает, а я знаю, что они живут совсем не так, как вы говорите. Почему? А нужно бы сказать, ты ограбил народ, незаконно все это взял, какое имя тебе на храме писать? Ты должен над дверями стоять и плакать, они больше никогда не пришли, ибо без богатых мы не умрем. Мы могли бы найти таких спонсоров, которые бы сейчас здесь нам тон задавали, мы не приняли даже денег, которые мне приносили. Почему? Несчестно я говорю, заработаю на ваши деньги, а вы будете на большее претендовать. Поэтому они убили праведника, то есть бедного, и он не противился вам. Хотим быть праведниками, поэтому наш голос никогда не должен звучать на стороне тех, которые поднимают смуту государства. Аминь. Аминь.